Всем привет! В сегодняшнем видео я хочу сделать обзор на два уходовых средства для лица. Это у нас наш легендарный кислород, кислородный бальзам с высоким содержанием кислородного комплекса Airstream. И гель для лица увлажняющий с гиалуроновой кислотой, с бактериофагами и с компанией Сингара, из линейки Сингара, я бы даже сказала, артикул 20123. И пожалуй я начну с того средства, которое мне нравится, которым я пользуюсь периодически, скажем, как того требует необходимость. Это вот наш легендарный кислород. Он вообще был в другой переупаковке кислородный бальзам, в другой упаковке, в другой коллекции, в биокислород. И сейчас его переупаковали. Очень долго мы ждали, когда он наконец-то появится вновь в каталоге, потому что это на самом деле легенда. Это то, с чего начиналась компания Фаберлик. Состав нисколько у него не изменился. Единственное, здесь появился томирин. Это липосомальная нано-капсула, в которой заключены тормирин и куркумин, оказывающие противовоспалительное и антиоксидантное действие одновременно. И всё. И здесь самое высокое содержание нашего кислородного комплекса. Самый максимум. Потому что в остальные средства уходовой косметики введено определённое количество. Я не помню уже в каком процентном соотношении, а здесь больше всего. Что ещё поменялось? Помимо того, что туда ввели тумерин, здесь, как мне показалось, более густая консистенция, чем и предыдущего был предшественника. Как-то он более гуще и туго тоже разносится на лицо. Но это нисколько не снижает его свойства и его привлекательность для меня. Потому что мне наоборот нравятся зимой более густые средства для лица. Как им правильно пользоваться? Во-первых, его можно наносить по свой любой дневной и ночной крем, под любую маску. Он усиливает действие всех кремов. Он стимулирует тинты с коллагена и эластина. Способствует быстрому восстановлению кожи после стрессов. Особенно показан он зимой. Я так думаю. Потому что кожа подвергается и центральному отоплению, и морозам, и прочим прелестям зимнего сезона. Также он нивелирует покраснение, раздражение и зуд на коже. Помимо того, что он усиливает действие ночного и дневного крема, то есть всех ухаживающих средств для лица, к тому же его можно использовать на какие-то поврежденные поверхности, такие как ожоги, раны, ссадины, синяки и так далее. Он с ними тоже отлично справляется с обморожениями, либо с ожогами кожи. Я не беру, конечно же, ожог 90% поверхности кожи. Если вы просто где-то обожглись, прислонились, горячее обо что-то, либо об утюг, например, в моём случае, то вот этот можно нанести. Как я им вообще пользуюсь? Я умываюсь, очищаю лицо от косметики, потом наношу вот этот кислородный бальзам, жду, пока он впитается, и потом наношу свой дневной, либо ночной крем. То есть это как подложка такой под дневной ночной крем. На самом деле кожа лица у меня значительно улучшилась. Она, во-первых, у меня не так сохнет. Я обратила внимание, что меньше образуется воспалительных каких-то элементов, только лишь перед ПМС. Большинство у всех. Поэтому обязательно всем-всем рекомендую, особенно вот сейчас зимой взять и попробовать. А почему ещё зимой? Он не только справляется хорошо с какими-то раздражениями, с покраснениями, с воспалениями, с сухостью кожи, но ещё и зимой нам нужна дополнительная защита. И если вы сделаете зимой бутерброд на лице, я вообще прошлой зимой, знаете, как пользовалась. Я наносила вот этот бальзам. Сверху я наносила свой ухаживающий какой-то крем. Поверх ухаживающего крема я наносила ещё зимой, 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 зимний крем. А потом ещё наносила тональный крем. То есть у меня получилось на лице бутерброд из четырёх средств. Но, тем не менее, у меня не было никакого ощущения утяжеления на лице. И второй продукт, о котором я бы хотела вам рассказать. Я вам, естественно, потом ещё неоднократно буду рассказывать об этом кислородном бальзаме. Если вот сейчас я не всё что-то охватила из каких-то... У меня, кстати, есть видеоролик на канале, он рекламного характера. Но в кратко, в нескольких словах, описывает эффективность этого крема. Я ссылочку обязательно оставлю в инфобоксе к этому видео. А если вдруг не оставлю, у меня бывает только, что я видео говорю, что оставлю. А потом забываю, при монтаже сливаю это всё на канал. И у меня вылетает это из головы. Напомните мне в комментариях. И второй продукт, о котором вы мне хотели сказать. Это вот такой вот крем-гель артикул 20-123 с компанией Сингара. Вообще, написано об этом креме очень хорошо в каталоге. Но он не справляется со своей задачей в моём случае. Потому что у меня кожа очень сильно сухая зимой. И сухость не убирает. То есть он слишком лёгкий для зимы. Для меня. На лето он подойдёт идеально. А для зимы он очень-очень слабенький. Здесь написано, что он рекомендован для чувствительной, сухой и проблемной кожи. В составе его находятся гиалуроновая кислота и бактериофаги. В состав гелия входит специально подобранный комплекс бактериофагов. Который борется с бактериями, проживающими на верхних слоях эпидермиса. И выделяющими гиалуронидазу, уничтожающую гиалуроновую кислоту. Состав у этого гелия отличный. Кстати, он крема гелевый такой вот больше. Здесь есть и масло ЖЖБА. Ещё одно масло, экстракт. То есть два масла, один экстракт. Лицитин даже есть. Он классный. Мне нравятся такие более-менее натуральные продукты. И летом бы он отлично работал на моей коже. Потому что летом у меня кожа всё-таки нормальная. И как-то не хочется, чтобы какое-то утяжеление было на лице. И вот для лета он отлично подходит. Но для зимы он мне не подошёл вообще. Потому что мне приходится даже его наслаивать. Приходилось. Я его в три раза наношу. Я сначала наношу вот такой вот кислородный бальзам. Потом наношу слой. Жду, пока он впитается. Потом наношу ещё один слой. И третий слой. И мне хочется, чтобы зимой у меня на лице хоть какое-то липкое очищение было. Чтобы я чувствовала, что я что-то нанесла на лицо. Чтобы у меня не было ощущения голости на лице. А он прям впитывается. Его не успеешь наносить. Он прям уходит в кожу. Уходит в кожу. Я, конечно, понимаю, что у меня обезвоженная кожа. Что у меня сухая кожа. И мне нужно что-то более высокоэффективное. Тяжёлая артиллерия. А этот гель для этого не подходит совершенно. Мазька, Мазька, от тебя волосникок не знает кого. А он чистишь, чистишь диван, всё бесо. У тебя моё колёси перелёг он. Послёсник какой. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»